Мы возвращаемся к ситуации, которая была почти два года назад. Так описал эпидемиологическую обстановку, связанную с коронавирусом, губернатор. Темпы вакцинации снизились, количество заболевающих не уменьшается, на многие меры безопасности люди закрывают глаза. Вы видите, что происходит в российских регионах. Один за другим. Для группы риска 65 плюс продукты на дом, волонтеры. И ограничения в работе различных организаций, учреждений и так далее, и тому подобное. 64 региона уже ввели дополнительные ограничители меры, тех, которых не было, наверное, с 2019 года. Значит, у нас, как правило, ситуация запаздывает. А для того, чтобы избежать нового введения жестких ограничений, глава региона Сергей Носов поручил для начала усилить контроль за санитарным режимом. Можно вопрос, например, за режимом санитарной безопасности? Иван Владимирович, значит, ношение масок. Вот вы в маске сидите. А вот в поликлинике посетители в масках... Маска? Да, в масках, конечно. А вы хотите посмотреть, как на самом деле? А где, значит, те, кто должен быть на передовой? И в том числе и требовать посетителей больных. Где входной контроль? В самом учреждении медицинском. Помните, как мы устанавливали? Че-то и инфракрасные датчики контроля. Замер температуры и так далее. Забыли все? Вернуть нужно? Наверное, да. Давайте начнем с элементарного. С выполнения предписаний главного санитарного врача. Их никто не отменил. А то, что расслабились, я бы сказал, как и говорят, преступная халатность. И безответственность. Значит, это факт. Поэтому постановление должно быть готово. Значит, его пора выпускать. И более того, что там режим повышенной готовности. Там у нас до 20-х чисел. Октября. Значит, мы его будем продлевать до 15-го декабря. Значит, мне все начали говорить, что я впереди же новый год. Да. Согласен. Но очень важно, в каком состоянии будет эпидемиологическая обстановка в регионе перед Новым годом. Но это придется вспомнить. Хорошо забытые истины, может быть. Если кто-то забыл. Что Новый год семейный праздник. А не корпоративный. Мы это проходили. И чтобы этого не допустить, надо меры принимать сейчас. Немножко надо смотреть вперед.